Привет! С вами Стас Давыдов и самые невероятные моменты недели в программе Тандер Шоу. Сегодня поговорим об эффективной жадности. Или о жадной эффективности. Иногда, честно говоря, не очень понятно, где одно и где другое. Так что давайте разбираться вместе. Поехали! Начнем с видео, которое вы наверняка ожидаете увидеть в любой подборке с результативной стрельбой. Все верно, поприветствуем штурм-тигра. Аккуратный выстрел с угла и пять фрагов в кармане. Отдельно отмечу, что танкист после этого сразу же начинает пятиться, будто пытается скрыться с места преступления. Нет, нет, мы все видели. Их масло и копоть на твоих руках. Нурик. Очень, очень бережливый пилот. Зачем пересаживаться на самолет, специально сконструированный для борьбы с воздушной техникой, если можно превратить в истребитель штуку с противотанковыми пушками? Ну и тут надо патроны поберечь, само собой. 12 выстрелов хватит, ну, скажем, на 4, ну или нет, на 5 самолетов. И еще половина боекомплекта осталась. Безумная эффективность, безумная экономия. Пилот на ПО-2 расстреливает все ракеты в одну единственную воздушную цель. Фраг, конечно, но очень дорогой. Естественно, такая растрата не может не привлечь внимания вражеских самолетов. Однако Игорь с честью зарабатывает право быть в этом выпуске расчетливым использованием турели. Выкашивает маленьким шкасом еще трех противников. Играя за хищную зенитку, боец нащелкал достаточно танков, чтобы подняться в небо на ядерном бомбардировщике. Но и этого ему было недостаточно. На пути к последней цели он спокойно летит мимо вражеских самолетов и успевает сбить парочку до финального сброса. Ну, правда, а че время-то терять? А тут я даже не уверен, какие слова подобрать. Мы привыкли к большому числу фрагов в боях, особенно в аркаде. Но здесь речь идет о реалистичных танковых боях. И бойцу с позывным «Магуайр» удалось на танках и самолетах отправить в гараж 37 машин за бой. 37! Без всякого оружия массового поражения. Это новый рекорд для нашей передачи. Под конец заходим на Life for Thunder, где нас встречает Як-141 в цветах ВМС. Поскольку в действительности этот уникальный самолет вертикального взлета и посадки на вооружение так и не взяли, это полуисторический камуфляж. Автор сделал его на основе раскраски Як-38М, который успел добраться до палуб. Прекрасная работа. Спасибо. Кстати, в комментариях спрашивают, имеет ли значение день, когда вы отправляете свои повторы. Может, лучше присылать письмо сразу после выхода нового эпизода? Или там во вторник, в среду? Так вот, абсолютно неважно. Присылайте сразу, как только в вашем матче произойдет что-то восхитительное. Хоть вечером воскресенья. Ждем и пока.